Слава тебе и величие, слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Ты искупил мир от греха, ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца и дал надежду. Мы пред тобою предстоим, и каждый дорог для тебя, За все, Отец, благодарим и превозносим. Слава тебе и величие, слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Слава тебе и величие, слава в веках и народах, Сила твоя безгранична, милость твоя во все роды. Благодарю тебя, Господь, за милость твою, за спасение. Благодарю тебя, Господь, за все. И восхваляю в этот вечерний час. Прими хвалу сегодня из уст наших, Как фимиам, как благоухание к престолу славы. Прими, Господь, благодарение, Как благовонное куренье. Прими, Господь, благодарение, Как благовонное куренье. Спасибо, Господь, спасибо за все. Спасибо за милость, благодать. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Благоставляю всех вас, братья и сестры. Благодарю Бога за эту возможность Сегодняшним вечером вновь быть в эфире. Прямой эфир на моем канале Ютуба. Ваш покорный слуга во Христе Иисусе Сергей Журавлев. Архиеписко-преформаторской православной церкви Христа Спасителя. Приветствую всех вас. Добрый вечер всем снова и снова. Приветствую всех. Благоставляю всех вас. Благоставляю свою семью. Благоставляю всех, кто подключился, подключается. Ну и те, кто потом в записи будет смотреть. Эти вот как раз обращения, молитвы. Я стараюсь каждый раз, выходя в эфир, вот по утрам, по вечерам, совершать хлебопреломление, причастие Евхаристию. Я стараюсь размышлять об этом, рассуждать. Беру виноградный сок, беру хлеба. Иногда просто даже воды и хлеба. Но самое главное, причастие это не просто хлеб и вино. Нет, это тело и кровь Иисуса. Это размышления наше, рассуждения о теле и крови Иисуса Христа. Качество нашей веры, нашего рассуждения. Вот что определяет наше причастие. Хлебопреломление. Причастие. Мы причастники этого божеского естества. И в хлебопреломлении это причащение. Мне очень нравится, как в русском называется, причастие. Причастие. Причастие божеского естества. Причастие тела и крови Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аллилуйя. Аллилуйя. Иногда просто беру здесь у меня виноград, допустим. Вот там в миску брошу. Вот виноградный, сделаю компот такой. Тоже причастие совершаю. Плод виноградной лозы. По традиции мы молимся так. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Баруха Тадонай, Элогейнум Мелехаулам. Царь всей вселенной, даже мы говорим так. Баре Прихагафен. Давший нам плод виноградной лозы. Плод лозы. Вот. Но не качество вина или хлеба, о качестве нашего рассуждения. Вот. Причастие само совершается не просто ртом нашим, даже лудком нашим. То, что входит в нас, оно не может нас осквернить или осветить. А то, что исходит из нас. И вот сейчас в этом размышлении о теле и крови Христа происходит вот это освящение. Вот это благословение. Огромное благословение. Божье, которое в жизни верующего просто прогрессирующе возрастает. Слава Богу. И миллионы, миллионы верующих, разных конфессий, разных традиций, динаминаций, разных ветвей христианства, это подтверждают в своей жизни, в своем бытие. Христос в нас, дамы и господа, братья и сестры. Упование славы. Иисус Христос в нас. Это самое великое таинство всех таинств. Это тайна всех тайн. Это житие наше. Это жизнь наша во Христе Иисусе. И жизнь, житие Христа в нас. Я во Христе, Христос во мне. Это самое великое, что есть в жизни христианина. Это наше счастье, это наша радость, это наше искупление, это наше освобождение, это наше исцеление, это наше все. Это наше все. Наше все что? А точнее кто? Это тело и кровь Христа, это любовь Божья, это Иисус Христос сам, собственно, Иисус Христос. И я часто этот символ веры апостольской провозглашаю. Именно слова самих апостолов, я имею ввиду, записанные в деяниях апостольских. Это звучит как некое исповедание веры, как символ их веры. И этой верой мы живем и побеждаем уже два тысячелетия на этой земле. Звучит этот символ такими словами. Это исповедание веры звучит следующим образом. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, человекам, которым надлежало бы нам спастись, которым мы спасены, которым спасаемся. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь. Братья и сестры, и сегодняшним вечером я благодарю Бога Всемогущего за жизнь, благодарю Бога Всемогущего за величайшее таинство. Сегодня, кстати, я в церкви утром кое-что зачитывал из Евангелия. Как раз и в собрании эти слова я декларировал, провозглашал. Это из шестой главы Евангелия от Иоанна. 47 стих, и дальше там написано следующее. Ну вот такой кульминационный стих, как раз вот сегодня, зачитанный в собрании, провозглашенный в церкви Божьей сегодня. Евангелие от Иоанна 6, 47. Там записано следующее. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Это настолько потрясающе. Напоминаю, Иоанна 6, 47. Имеет жизнь вечную. То есть не просто там будет иметь. Может быть, да кабы. Если бы, да кабы. Может быть, и будет иметь. Нет. Написано даже не будет иметь. Это тоже прекрасно. Тоже восхитительно было бы сказано. Но сказано еще лучше, превосходнейше. Написано, имеет жизнь вечную. И дальше Иисус, Он сравнивает себя с хлебом жизни. Хлебом живым, сошедшим с неба. И сравнивает вот наше житие в нем, а его житие в нас с вкушением хлеба. С тем, как хлеб становится нами. Вот как говорят, даже ученые говорят, что мы то, что мы едим. И вот мы вкушаем Христа, и мы превращаемся, превращаемся в Него. Он вочеловечивается в нашем теле. И мы становимся храмом Бога Живаго. И тело и кровь Иисуса Христа, это не только то мистическое, что-то выше нашего понимания человеческого. Да, это так, но это еще и мы во Христе Иисусе, верующие. Бог, живущий в человеках. Храм Божий, святой. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, первом в своем письме, 1 Коринфянам 3,16, вот я часто цитирую по экклезиологии этот стих, что «Разве не знаете, что вы храм Божий?» Он пишет Коринфянам. «И Дух Божий, говорит, живет вас». И сегодня я убежден, этот вопрос, он звучит ко всем верующим. Так или иначе, во всех ветвях христианства много ветвистые древа Церкви Божьей, но лоза у нас одна, корень один, основание одно, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Этот ствол древа одно, и насажденные мы в Доме Господнем, во дворах Бога нашего цветем, приносим плоды, прославляя нашего Господа. Даже в самых надломленных и отломленных порой, засыхающих ветвях древа этого огромного христианства, и в огромных древних, и в новых молодых порослях, в разных-разных, проставляется Господь и Иисус Христос. Нас объединяют, несмотря на наше всевозможное сектанство, воззрение различное, догматику, богословие, традиции, культуру, формы служения различные, нас объединяет именно не древность исповедания, не новость учений, не, не, нас объединяет то, что мы веруем, что Иисус есть Христос. Поднимая чашу, мы провозглашаем именно это таинство, что Иисус и есть тот самый Христос, Иисус, Сын Бога Живаго, пришедший в мир спасти грешников. И Ишуа и есть тот самый Машех, о котором пророчествовали все пророки. И два тысячелетия назад мы вспоминаем произошедшее его первое пришествие. Пришествие не с громами и молниями, пришествие такое тихое, спокойное, в простой бедной еврейской семье он родился и вырос, и стал действительно этим кротким агонцем Божьим. Слово Божье, обогренное кровью, Слово Божье, отдавшее свою жизнь за нас, любовь Божья, взошедшая на Голговский крест. Великое чудо сотворилось там, в Иерусалиме, две тысячи лет назад. Завеса в храме разорвалась надвое, сверху и донизу. И действительно, совершилось, как сказал Машех, Христос провозгласил перед тем, как испустить дух, Он провозгласил, совершилось. И мы понимаем это так. Действительно, совершилось наше искупление, исцеление, освобождение. Совершилось. Завеса в храме разорвалась. Разорвалась завеса в храме. Спасибо тебе, Господь. И сегодня широкий доступ к престолу Отца Небесного открыт через кровь Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. За Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою, За жизнь вечную, бесконечную, Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святый, за все мы благодарим. За все мы благодарим. За Голгофу, за кровь, за воскресенье Твое, за победу Твою. Ты, Иисус, есть подлинно истинный Христос, Сын Бога Живаго. Ты есть искупитель рода человеческого. Ты есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Боже Всевогущий, благодарю Тебя за жертву Твою, за любовь Твою жертвенную, которую Ты доказал 2000 лет назад на Голгофском кресте. Свою безграничную любовь ко всем нам. И Ты не хочешь, чтобы люди погибали. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И для этого Ты все предал. Ты совершил это. Спасибо Тебе, Господь. Ибо един Ты, Бог наш, и един посредник между нами, всеми людьми, всем истрадавшимся человечеством и Тобою, между землей и небом, крест. Человек Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех, это благовестие, Евангелие, спасительная весть для всех и вся. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Тебе, Господь! И призываем Твое имя, и мы спасены. Во имя Иисуса Христа, дар Божий Твой с неба сошедший, жизнь вечная во Христе Иисусе, имеющий Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, милостивый, святой и праведный. Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Благословен Ты, Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Благословен Господь, отдавший Свою жизнь, душу за нас положивший, кровушку Свою проливший. Благодарю Тебя, милостивый, Господь. Аминь. Тело Христа примите, источника бессмертия включите, вкусите. Аминь. Аминь. Спасен через кровь Иисуса. Тело ломимое Твое. Спасибо. 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 Спасибо, Господь. Спасибо. 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 Все совершил Он, Бог наш. Нам дал победу. Дьявол побежден, И смерть не влавствует теперь. Иисус Господь наш. О, Аллилуйя. Он наш Спаситель. Иисус Спаситель. И Он Царь царей. Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Господь над всей землей. Все совершил Бог, нам дал спасение. Дьявол побежден, Иисус Бог, иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь мой. Иисус Христос, Иисус Господь мой, Иисус Господь над всей землей. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя и благоставляю великое твое имя. Аллилуйя! Спасибо, Господи, за этот добрый вечер, за сегодняшнее хлебопреломление. Сегодня был прекрасный Божий день. И благодарю тебя за братьев, за вот такое насыщенное время, с утра до вечера, в этом служении, в молитвах, в общениях, свидетельствах. Боже, спасибо тебе огромное, это великая благодать, больше благодать. Спасибо тебе, Господь, за все. Благословен ты, Искупитель наш. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас, друзья, благоставляю свою семью сегодня, благоставляю всех вас, подключившихся. И кто в записи потом будет смотреть это видео, во имя Господне благоставляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас, завтра утром подключайтесь в 6 утра по киевскому времени к трансляции прямой. Вот, сегодня завершаю трансляцию. Вот, и я очень благодарен за сегодняшнее служение Господу, благодарен Ему очень сильно за общение, за Кифу, за Сергия, за Виктора, за все, за всех, за всех. Слава Богу. Вот, на этой неделе я завтра еще здесь, в Киеве, а во вторник уже, даст Бог, еду во Львов. В среду, для вот объявления, кто жители Львова или гости этого прекрасного благословенного города, в среду вечером на Стрийской улице будет богослужение в церкви Агапа, пастор Андрей Мекатышин. В 7 часов, в 19.00 начало будет собрание. В воскресенье буду я в церкви на Лемкевской, 3, наибольшая благодать пастора Михаила Грищенко. Там, значит, буду у них на служении тоже поделиться Словом Божьим, проповедовать. Вот, так что добро пожаловать. Объявления я выставлю уже в социальных сетях более подробные, с адресами, там, значит, там и, как говорится, паролями, явками. А вообще, значит, серьезно, что во Львове буду рад общению, потому что и пастор Андрей тоже говорил, написал мне как раз на Фейсбуке, что будем еще делать такое общение, просто братское, сестринское общение. Вот, так что буду рад увидеться тоже. Планирую быть целую неделю там во Львове, а потом возвращаюсь снова сюда, в Киев. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Люблю всех, обнимаю, целую, именем Господнем Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Розавлев. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать доумножатся. Доумножатся. Аминь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.